Продолжение следует... Продолжение следует... ...переменной и найти ее значение. Ну и последнее, записать ответ х и у. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Решение системы способом сравнения. Система у нас с вами у-2х равняется 4. И второе уравнение 7х-у равняется 1. Что мы сделаем? Выразим у через х в обоих уравнениях. Это удобнее всего, правда? Смотрите, тут у без коэффициента, и тут у без коэффициента. Поэтому здесь мы у выражаем. 2х перенесли в другую сторону. Знак поменяли. Получилось 2х плюс 4. И здесь у нас будет у равняться 7х-1. Следующее наше с вами действие. То есть мы вот это выразили, да? Следующее, что мы с вами будем делать. Приравняем выражение для у. То есть вместо у мы будем... Вот это вот выражение вот это вот берем и сюда ставим. Или наоборот можем. Это уже не важно. Смотрите, что у нас получается. 7х-1 равняется 2х плюс 4. И вот это уравнение мы будем решать относительно х. То есть мы получили уравнение с одним из неизвестных. Вообще решение системы уравнений сводится к тому, что мы имеем с вами в итоге уравнение с одним неизвестным. И это одно известное мы ищем. А потом уже подставляя в любое уравнение из системы, мы находим второе неизвестное. И так далее. Приравняв левую и правую часть, мы неизвестное переносим в одну сторону. Известное в другую. И производим действие. Получается 5х равняется 5. И в итоге у нас х равняется 1. Дальше что делаем? Теперь мы берем вот это вот уравнение. Вот это вот выражение, да? Уравнение первого. Вот сюда вот берем его. Берем х равное 1. И подставляя вместо х 1, мы произведем расчеты. Видите, вот у нас стрелочка показывает, что мы должны вместо х подставить единичку. Ну и соответственно сами видите, что должно получиться вот такая вот величина. у равняется 2 умножить на 1 и плюс 4. То есть будет 6. И соответственно ответ у нас будет с вами. у равняется 6. х равняется 1. х на первом месте, у на втором. Это мы хорошо уже помним. Я думаю, мы должны были все это понять, да? Решить систему уравнений способом сравнения. Ну вот, например, уравнение, да? Мы можем его брать, приводить к соответствующему виду и решать. Будем получать ответ. Уравнение очень простое. его так на один взгляд достаточно, чтобы его выполнить, да? У уже известно. А х легко рассчитывается. Минус на минус дает плюс 3 и получаем 8. Здесь в системе этих уравнений мы должны выразить, выразить, ну например, у выразить и там, и там, и свести и решить. Это уже посложнее. Ну, тем не менее, если все это разложить, я не стал тут раскладывать так, визуально, чтобы вы посмотрели, что любые уравнения можно методом подстановки взять и решить.